90% россиян считают, что Пётр I сыграл положительную роль в истории страны. Одобрение связано в первую очередь с его заслугами в сфере морского флота и армии, проведении реформ и развитием России. Даже спустя 350 лет со дня рождения Петра Великого, россияне говорят, что его достижения значительно повлияли на судьбу государства российского. Таковы данные опроса Центра общественного мнения. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». О теме России мы еще поговорим. Также сегодня в программе «Снова среди лучших». Как КФУ попал в топ лучших вузов России? Татарстан не только стал для меня местом, где я учусь, где я как-то работал. Это место, где у меня есть семья. Вместе и в учебе, и в быту. Почему иностранные студенты так любят свой дом, Казанский университет и деревню универсиады? Давайте пожелаем лучшей удачи нашему университету. На важном посту. Как прошли первые месяцы работы нового проректора по образовательной деятельности. В коллекции у нас на сегодняшний день 1250 видов растений. Это довольно-таки неплохо для такого небольшого ботанического сада. Один раз в год сады цветут. Почему ботанический сад стал местом притяжения казанцев? КФУ в рейтинге лучших вузов России по версии РАЭКС. Опубликован 11-й ежегодный рейтинг лучших вузов России 100. Казанский университет остался в топ-20. Задача ранжирования – оценить способность вузов обеспечивать выпускникам высокое качество знаний, навыков и умений. При составлении рейтинга агентство использует более 40 критериев. Среди них условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями, уровень научно-исследовательской деятельности. Рейтинг лучших вузов РАЭК-100 – единственный прошедший международный аудит. В 20-ке рейтинга в основном вузы из Москвы и Санкт-Петербурга. Также в списке представлены высшие учебные заведения из Екатеринбурга, Новосибирска и Томска. Одним из условий выбора вуза потенциальным студентам является доступность проживания. Абитуриенты, выбирая место учебы, обращают внимание на многие факторы, в том числе и есть ли общежитие у этого вуза и какие в нем условия. Это в первую очередь актуально для иногородних и иностранных студентов. Бытовые условия и транспортная доступность кампуса играют немаловажную роль в обучении студентов. Многие абитуриенты еще на стадии выбора вуза отмечают, что Казанский университет на первом месте их голосования именно по причине доступности жилья при поступлении. А уж если они попали в КФУ, то университетское братство их захватывает с головой. Особенно это касается иностранных студентов, для которых вопрос адаптации стоит гораздо острее, чем для приезжих россиян. Но все, кто поступает в Казанский университет, объединяются в одно дружное сообщество. Особенно символичным это выглядит в День России, когда одна страна объединила людей из разных государств, от запада и до востока. Ребята из 101 страны учатся и проживают в Казани. И на эти ближайшие пять, а для кого-то и более лет, Россия стала домом и не только вторым. Здесь они нашли друзей, коллег, любимых, а кто-то уже и России свою дань отдал в виде работы, волонтерства и своих талантов. Софья Орлова увидела, как живут иностранные студенты в деревне Универсиады. Вдали от дома очень важно иметь место, куда ты возвращаешься вечером, отдыхаешь или разрабатываешь проекты. Место, где безопасность, доступной и широкой инфраструктурой. Место, которое становится для тебя новым домом. Для многих студентов Казанского федерального университета домом на время обучения стала деревня Универсиады. Один из жителей Амар – студент-медик из Ирака. В России уже больше шести лет называют деревни Универсиады своим местом силы. Для меня это место силы, можно сказать, мышление. Я здесь очень комфортно себя чувствую в плане безопасности, в плане расположения. В такой комфортной обстановке Амар не только успешно учится, но и занимается волонтерской деятельностью. Он стал лучшим волонтером сферы здравоохранения Татарстана и лучшим добровольцем года в 2020-м. Лауреатом среди студентов-медиков России в 2021-м. И имеет грамоты и медали от президента России за свою волонтерскую деятельность. Бывший житель деревни Универсиады – Камаледин из Узбекистана. С теплотой вспоминает студенческие годы, когда жил здесь. Занимался студенческим активом и завоевал гран-при в премии «Студент года Татарстана-2019». Говорит, что помогли в завоевании премии и наставники, и преподаватели, и студенческие советы, и, конечно, семья. Татарстан не только стал для меня местом, где я учусь, где я как-то работал. Это место, где у меня есть семья. В хорошем смысле этого слова – это семья моих друзей, семья моих знакомых. Целое сообщество студенчества, которое приняло меня таким, какое я есть, и помогло в дальнейшем продвинуться и продвигаться. Сейчас Камаледин работает в Министерстве по делам молодежи Татарстана и продолжает учиться в КФУ, в аспирантуре. А про деревню Универсиады говорит, что это его дом, его друзья и вся студенческая жизнь. Здесь на территории находится несколько спортивных площадок, где ребята играют в футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, занимаются на тренажерах. Недалеко от них расположено поле, где студенты из Индии часто играют в крикет. Мы любим эту игру, потому что в 1983 году мы выиграли чемпионат на крикету. Вот поэтому после этого мы любим играть вот это. И мы постоянно играем это в свободное время. И нам понравится, потому что тут можно, все друзья собираются и играют это. Команда по крикету непрофессиональная. Играют, потому что нравятся в любое свободное время. Летом на траве, зимой на снегу. Но есть в деревне Универсиады коллективы, которые свое увлечение вывели на профессиональный уровень. Например, танцевальный коллектив «Шарк». Мы – танцевальная команда мечты. Мы – «Шарк». В этом году мы стали победителями студента года КФУ. Мы победили в номинации «Лучший творческий коллектив». К этому мы шли целых шесть лет. Также мы принимаем участие в городских, республиканских и разных межвузовских мероприятиях, в которых мы, соответственно, побеждаем и занимаем призовые места. Всего в коллективе более 30 человек. Все студенты Казанского федерального и жители деревни Универсиады. Репетируют по два-три раза в неделю. Говорят, что сначала танцевали только узбекские танцы, но потом в репертуале появились танцы многих народов мира. В каждом доме есть культурный организатор, который расскажет о творческих коллективах или ближайших мероприятиях. В деревне Универсиады проживают 9 тысяч студентов КФУ. Из них треть – иностранцы, приехавшие из 101 страны мира. В основном студенты живут компактно по институтам. В комнатах проживают по 3-4 человека. Для каждого есть кровать, тумбочка и стул за общим столом, где можно подготовиться к экзаменам, если в учебную комнату идти не хочется. В каждой комнате душ и туалет, кухня со всем необходимым на несколько комнат. На территории деревни Универсиады функционирует круглосуточная прачечная, помимо тех, что расположены в каждом доме. Здесь условия для жизни, для студентов вообще-то идеальны. В том плане, что здесь все, что необходимо для жизни, например, прачечная, и магазин продуктовый, и еще там спортивная площадка здесь находится рядом. Также в деревне Универсиады есть столовая и круглосуточные автоматы с кофе, почты, интернет-провайдер. Рядом студенческая поликлиника, а вокруг большое количество супермаркетов, где можно найти все необходимое. В трех домах располагаются студенты подготовительного факультета. Ребята еще только начинают учить русский язык, поэтому к председателю дома, старшекурснику, который отлично знает и русский, и английский, обращаются с разными просьбами. Помогаем заселиться здесь, показать и указать на чистоту в нашей комнате, потому что мы проверяем, мы соблюдаем за чистоту в нашей комнате. А правила жить здесь, то, что не надо курить, не надо пыть, это все вредно. Каждый год приезжают новые студенты, мы им помогаем, мы им показаем, скажем так, где все находится, где магазины, если у них какие-то проблемы есть с документами, то мы тоже им помогаем. По большому счету мы тоже являемся переводчиками в общежитии. То есть это как бы наша большая часть работы, где мы в основном более полезны. Кроме того, что Кристофер председатель дома в деревне Универсиады, он является заместителем руководителя клуба интернациональной дружбы. И это студенческий актив иностранцев, которые организовывают на территории общежития разные мероприятия. Назайка мира, когда студенты из разных стран показывают свои обычаи, культуру, национальную еду и сувениры, Хэллоуин, Рождество, Новый год, Китайский Новый год, Навруз. В другом студенческом клубе для иностранцев на территории деревни Универсиады тоже организовывают мероприятия, но уже в области науки. Студенческий научный клуб «Полимирия» образовался не очень давно, но уже успел провести несколько конференций. Нам всего лишь год, но мы уже провели несколько мероприятий, которые связаны с международными отношениями, социумом, как, например, роль женщин в политике и с охраной природы. Кто-то поступает в Казанский федеральный университет, чтобы развивать науку, другие – чтобы помогать людям. Третьи поступают в лучший вуз Казани, потому что хотят изучить местную культуру. Для меня самое важное было, чтобы я как одновременно и русский язык, и еще какой-то язык я хотел бы изучать. Поэтому для меня Казань я выбрал, потому что в Казани, когда вы приезжаете, вы сразу познакомитесь с двух культурах – и русский, и татарский. В деревне Универсиады постоянно проходят различные мероприятия, конкурсы. И даже когда их нет, студенческая жизнь не бывает скучной. А безопасная, оснащенная хорошей инфраструктурой территория помогает ребятам двигаться вперед и находить свой второй дом здесь, в Казанском федеральном университете. Софья Орлова, Хафиз Гарай, ВКФУ. Итоги недели. Для иностранных студентов приемная кампания в Казанском федеральном университете уже стартовала. И уже совсем скоро вступительные испытания ждут российских студентов. Кстати, повышение цен на обучение ВКФУ в этом году не предвидится. Стоимость остается на уровне 2021 года. А вот некоторые изменения все же будут. Каким ожидается новый прием студентов и как завершил учебный год университет? И каковы нюансы работы проректора по образовательной деятельности? Мы поговорим с Екатериной Туриловой. Здравствуйте, Екатерина Александровна. Здравствуйте. Сейчас такое время, когда мы одновременно подводим итоги двух семестров и в то же время уже вплотную приблизились к приемной кампании. Но для начала о семестрах. Как бы вы оценили завершающийся учебный год и сколько у нас выпускников? Мне кажется, что учебный год, который завершается, он был довольно успешным, поскольку мы наконец-то вошли в нормальную рабочую и привычную всем колею. Я надеюсь, что наши студенты получают такое же удовольствие от личного общения, как и мои коллеги-преподаватели. Поверьте, это очень ценно. И никакое качественное оборудование не сможет в полной мере это общение заменить. Заканчивает в этом году Казанский университет на различных, так сказать, ступенях образования больше 10 тысяч человек. Летом получат дипломы бакалавры, магистры, специалисты. Чуть позже получат свои дипломы специалисты высшей категории, к которой мы относим наших аспирантов и ординаторов. Больше 10 тысяч человек. Вот настолько больше станет семья выпускников Казанского университета. Что касается приемной кампании, то она стартует для российских абитуриентов уже 20 июня. Готов ли университет к ней? И вот 10 тысяч, вы сказали, у нас выпускников. Правильно ли я делаю вывод, что и значит, мы планируем 10 тысяч новых студентов? На самом деле мы надеемся, что университетская семья увеличится чуть больше, чем на 10 тысяч человек. Мы надеемся, что 1 сентября, опять же, или чуть позже, если речь идет об аспирантах, мы будем встречать около 15 тысяч новых обучающихся, давайте я скажу так формально. И, конечно же, мы готовы к встрече и к процессу, так сказать, этой встречи с нашими ребятами. Понятно, что работа приемной комиссии в этом году и приемной кампании не будет очень простой, потому что, во-первых, действительно у нас меняются правила, в чем-то они становятся более жесткими, если речь идет о, так сказать, самом процессе поступления, я имею в виду процесс подачи документов, точнее, процесс подачи оригиналов, речь идет о поступлении на бакалавриат. Но если мы говорим о технической стороне вопроса, то, конечно же, приемная комиссия и все те представители институтов и факультета юридического, которые принимают участие в работе приемной комиссии, вообще в приемной кампании, все эти люди, конечно же, готовы и с нетерпением ждут возможности встречи с абитуриентами. Но мы надеемся, что, несмотря на все сложности, которые, безусловно, будут, потому что этот год, он непростой, наверное, будет чисто психологически, вот эта вот нервная обстановка, которая связана, еще раз повторяю, с некоторыми изменениями в правилах, она может сказаться на самой атмосфере, но я надеюсь, что, как всегда, работа нашей приемной комиссии, всех тех людей, которые вовлечены в эту работу, будет четкой, ясной, понятной всем и, главное, доброжелательной. И мы очень надеемся, что уже на самом первом шаге в Казанский университет все будут довольны. А вот сейчас на повестке стоит вопрос, процесс ухода от баллонской системы или к смешанной, или, может быть, к возвращению к другим системам. Но вот на данный момент четкий ответ хочется услышать. Университеты принимают бакалавров, магистров и аспирантов, верно? Ну, не совсем так. Во-первых, я, конечно, можно долго дискутировать о том, что такое баллонская система, и если серьезно, на эту тему, по-моему, уже не высказалась, только ленивый. Но на самом деле, если мы говорим о баллонской системе как о двухступенчатой системе, если вы именно об этом, хотя баллонская система — это не только, а, может быть, и не столько двухступенчатая система, то нужно отметить, что в Казанском университете кроме бакалавров и магистрантов обучаются и специалисты. Да. И, естественно, у нас есть специальности, на которых идет прием на обучение именно на специалитет, и мы выпускаем специалистов. Понятно, что это специальности, связанные с медициной, это юриспруденция, есть у нас специалисты в химическом институте, в институте физики, поэтому мы не можем в полной мере говорить, что мы только принимаем будущих бакалавров, магистрантов и аспирантов. Ну, я еще уже не говорю об ординаторах, да, которых вы тоже не упомянули почему-то. Нет, у нас есть специалитет, но при этом мы должны сказать, что вот все те планы, которые у нас были зафиксированы осенью, все они остаются в силе, и ничего особого не происходит, и ничего меняться не будет в этом смысле, потому что есть правила, и мы по ним работаем. А новые образовательные программы в этом году, я не знаю, что тоже есть, какие вы бы отметили? Ну, этот вопрос очень, на самом деле, емкий, потому что если мы будем говорить о магистрских программах, то практически в каждом институте есть новые магистрские программы, некоторые из них развиваются, создаются, проектируются в рамках программы «Приоритет 2030». Это и показатель, который мы должны выполнить, но, естественно, мы делаем это не только для галочки, потому что магистрские программы – это тот образовательный инструмент, если хотите, который должен меняться довольно быстро в соответствии с тем, как меняется наш мир. И у нас есть магистрские программы, как я уже сказала, новые практически в каждом институте. Если же мы говорим о программах бакалавриата, то и здесь есть новые интересные, ну, если не программы, то профили. Если говорить о программах, то у нас в Институте экологии и природопользования открывается новая программа бакалавриата, связанная с биотехнологиями. У нас есть интересная программа в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций, которая связана с работой с молодежью. И есть несколько интересных и актуальных профилей новых в Институте управления экономикой и финансов. Например, один из них связан с коммерцией и сетевым ритейлом. То есть даже сами эти названия говорят о том, насколько быстро университет меняется и насколько актуальными являются эти программы. Ну и в завершение, если позволить, вы для себя вот на новом посту, как проректора по образовательной деятельности, какие цели поставили, может быть, или три главные задачи? Ну, вопрос, конечно, очень сложный, наверное. Но, во-первых, я бы сказала, я бы хотела сделать так, чтобы всем моим коллегам и всем нашим студентам было бы очень комфортно работать и понятно, чтобы те требования, которые предъявляют к ним администрацию университета и которые иногда кажутся избыточными, ненужными, неясными, таковыми не казались. То есть либо мы должны как-то изменить эти требования, либо уметь объяснять это людям, зачем это нужно. Причем это должно быть не только для моих коллег-преподавателей, но та же самая история у нас должна быть со студентами. Все правила, по которым мы живем, работаем и учимся, должны быть зафиксированы, так сказать, вначале, понятны, прозрачны. И играть мы по этим правилам будем, так сказать, все время в процессе обучения. И чем меньше людей я буду встречать в собственном кабинете, тем продуктивнее на самом деле была моя работа. Это означает, что проблем нет никаких. И я готова буду встречаться со своими коллегами только по каким-то интересным, приятным поводам. Большое вам спасибо. Ну и, конечно же, желаем удачи. Верим, что все у нас получится, в том числе и во время приемной кампании, но и в качестве проректора по образовательной деятельности. Давайте пожелаем лучше удачи нашему университету. А в ботаническом саду Кэфу настоящее буйство красок. Здесь расцвели разные растения. От привычных нам до экзотических. Среди них, например, бугенвилия бумажный цветок. Его так называют из-за особой формы цветка. Один из старейших ботанических садов страны сейчас переживает свое второе рождение. На новом месте и с новыми задачами. Это памятник природы федерального значения. И посетить его могут, кстати, все желающие. Посетителей здесь принимают по записи в любой рабочий день. А посмотреть в ботаническом саду есть на что. Работают и оранжерея, и дендрадий. Еще есть музей цветка, грядки с лекарственными растениями. О происхождении каждого из более чем тысячи наименований растений расскажут научные сотрудники сада. Здесь есть и уксусное дерево, и акация розовая, железное и сметанное деревья. Одним словом, огромная флористическая коллекция. Некоторые экспонаты увидела и Эльвина Минобуддинова. Три с половиной гектара территории коллекция вот на 1250 видов растений. А кажется, совсем недавно все начиналось. Пустой земельный участок, семена и черенки. Уютный зеленый островок, имеющий название «Ботанический сад Кафу», берет начало своей истории еще вот на 1806 году, после открытия Императорского Казанского университета. Но территория начала свое освоение только в наше время, а именно в 2015 году. Поэтому сад считается одним из молодых. Довольно-таки интересный рельеф, потому что мы находимся на холме. Вся территория у нас преобразована, срезан этот холм, и получились у нас такие террасы, на которых располагаются наши посадки. В коллекции у нас на сегодняшний день 1250 видов растений. Это довольно-таки неплохо для такого небольшого ботанического сада. Культуры растений со всего земного шара и всевозможных континентов собраны здесь, в Ботаническом саду. Америка, Азия, Европа, Дальний Восток, Китай и Япония. Ботанический сад разделен на блоки. Дендрарий – самая большая экспозиция. Она насчитывает около тысячи видов растений. Две оранжереи – тропическая и субтропическая. А также два вспомогательных блока. Их основное предназначение – выращивание разных видов растений. В случае потери растения в коллекции имеется так называемое «живое хранилище». На сегодняшний день мы видим, что многие растения распустились и цветут. Это субтропическая оранжерея. Она насчитывает более 200 видов растений. Здесь круглый год лета, а зимой температура составляет 8 градусов. Летом – 25 градусов. В самом центре оранжереи цветет бугенвилия голая. Ее окрас может варьироваться от белого до бордового. В оранжереи ботанического сада бугенвилия имеет малиновый окрас. Рядом с ней – мандариновое дерево. Оно привезено прямо из Китая и Японии. Дерево имеет плоды. Листоколосник гибкий – тот самый бамбук, который так любим пандами. Основная оранжерея – тропическая. Имеет площадь 300 квадратов. Летом температура внутри оранжерея может достичь 43 градусов. Здесь находятся 142 вида растений. В основном привезенные из южных стран. Австралия, Индия, Южная Америка, Китай и Япония. География оранжерея обширна, как и растительность. Здесь обитает гибискус китайский. Драцены различных сортов – пальмы, орхидея, аллокозия и филодендроны. У нас на территории присутствует много приставных растений. Это те растения, которые находятся в зимний период в оранжереях. А на летний период мы уже выставляем их на улицу. Это вот пальмы, бананы, кипарисы, олеандры и так далее. Ну, здесь мы убиваем два зайца для того, чтобы, во-первых, было красиво на территории. И, во-вторых, чтобы растения немножко как на дачу вывозим, чтобы они отдохнули, выздоровели. А эта экспозиция с растением имеет свою небольшую историю. А если быть точнее, легенду об одном из князей Индии, который решает познать внутренний мир человека. Для этого он отправляется в большое путешествие по всей стране. В одной из деревень князь решает разместиться на камне под большим деревом и предаться медитации. Тогда к нему приходит прозрение. После ухода незнакомца местные жители деревни замечают, как на листьях дерева появились острые концы. Жители поняли, что их местность посетил сам Будда. С тех пор растение имеет название фикус священный. Планирование посадок, сбор семян, высаживание весной растений. Уход, работа ботанического сада длится круглый год, независимо от сезона. Летом основной задачей является поддержание и формирование культур. Осенью сбор семян и работа в закрытых блоках, оранжереях и теплицах. Одним из главных направлений ботанического сада является интродукция – ведение несвойственных видов к культуру. Но на этом работа не завершается. Не менее важным является образовательная и научная деятельность. Студенты-медики, будущие преподаватели биологии-ботаники здесь проходят учебную практику. Осуществляется и другая важная функция – проведение экскурсий. Ботанический сад представляет собой храм всевозможных культур, поэтому и желающих посетить его немало. Многие растения у нас вошли в стадию цветения и плодоношения, поэтому если говорить о наших гостях, о посетителях, сейчас все больше и больше к нам приходят на экскурсии, посещают ботанический сад. Мы стараемся их принять достойно, все рассказать, показать все наши уголки, все цветущие растения. Сегодня сад украшают кусты-сирени. Всего в коллекции их 25 сортов. А совсем скоро гостей ботанического сада будут встречать душистые пионы. Эльвина Минабудзинова, Никита Акиньшин. КФУ «Итоги недели». Легко ли стать лектором и как студент КФУ прославился в «Форбс»? Об этом во второй части программы. Есть и другие новости. Очень был плодотворной стажировкой. Опыт КФУ для вузов Узбекистана, что привлекло внимание проректоров узбекистанских университетов. 6 июня отмечается день рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Рукотворный памятник. Почему Пушкин стал бессмертным в мировой литературе и лингвистике? Студент КФУ – один из самых успешных киберспортсменов по версии «Форбс». Студент второго курса юридического факультета Аяз Ахмедшин попал в российский рейтинг перспективных молодых профессионалов в категории «Спорт» и «Киберспорт». Оказалось, что команда «Гамбит», в составе которой он выступает, в прошлом году победила на одном из международных турниров. Там же Аяза признали лучшим игроком. Также его команда заняла второе место на чемпионате мира «Валорант Чемпионс 2021». По призовым молодой человек входит в топ-10 самых успешных игроков «Валорант». Аяз признается, что учиться в УЗИ и профессионально заниматься киберспортом бывает очень сложно, но ему удается это совмещать. Занятия в университете он старается не пропускать, хотя тренировки занимает до 12 часов в день. Причем в число его занятий входят и привычные спортивные упражнения. Что еще интересного было в КФУ на неделе, узнаете из нашего дайджеста. В КФУ завершился первый этап повышения квалификации проректоров вузов Узбекистана. Они получили дипломы по программе «Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности». Также в ходе визита в Казанский университет проректоры знакомились с институтами КФУ. Сейчас готовится к подписанию еще один договор с Министерством инновационного развития Узбекистана. В рамках него в научно-исследовательских лабораториях КФУ будут проходить стажировки сотрудники узбекистанских вузов. Очень была плодотворная стажировка. Мы узнали о способах коммерциализации научных проектов, методике их, способах этих идей, стартап-проектов, как надо создавать, как надо планировать эти проекты. На этой неделе в России отметили День русского языка. В честь этого в институтах и филиалах КФУ прошли торжественные мероприятия. Исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский посетил торжественную церемонию в Татарском театре оперы и балета имени Джалиля. Она прошла с участием президента Татарстана Рустама Миниханова. Казанский университет принял участие в международном форуме ТИБО-2022. Он проходил в Минске. На 80 площадках участники представили свои проекты в области информационно-коммуникационных технологий и промышленности. КФУ презентовал проекты Студерус, Альматея-М, Школа СовКФУ, систему периментальной охраны «Феникс». С нами повезены туда программы, ну прямо реально программное обеспечение в составе экспонатов, которые представлены по направлению цифровая медицина. Это изделия Амальтея по мониторингу состояния персонала, безопасности, жизнедеятельности, мониторингового состояния, программное обеспечение АЗДИК для улучшения качества работы, УЗИ аппаратов и рентгенографических аппаратов. Ну а также ряд других направлений, которые тоже связаны с биомедицинским боком. Студент КФУ Дарья Мирон стала «Жемчужиной мира». Это главный титул одноименного фестиваля конкурса красоты и таланта. Он проходил в Казани. Его участниками стали девушки из 14 стран. Финал проходил в несколько этапов – видеовизитка, дефиле и творческий номер. Преподаватель Института филологии и межкультурной коммуникации стала победителем второго сезона Всероссийского конкурса «Лига лекторов». Конкурс, в котором приняли участие более 5000 человек, проводит Российское общество знания. О том, какой приз получили победители и на что его можно потратить, мы поговорим с доцентом кафедры русского языка и методики его преподавания Мимозой Фахрудиновой. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас с победой. И сразу вопрос. Сложный ли дался этот опыт? Опыт дался сложно, но сложность заключалась в волнении, которое испытывал каждый конкурсант. Я готовила материалы, продумывала структуру выступлений, но всегда остается момент волнения. Как вас примет публика? Правильно я выбрала тему? Попала ли в точку или нет? А как вы узнали о конкурсе и почему приняли решение участвовать в нем? О конкурсе я узнала из электронной почты. В декабре открылась площадка знания в Униксе и началось активное взаимодействие общества знания с университетами Казани. Так вот, я в конце декабря получила письмо, рассылка была всем преподавателям и решила поучаствовать. А какие темы были представлены на Лиге лекторов? Как вы лично оцениваете ваших оппонентов по конкурсу? Темы были разнообразнейшие. Помню, в финале передо мной выступал преподаватель Московского физического университета с лекцией по сопромату. Честно скажу, я ни слова не поняла. Но он тоже стал победителем. И здесь мы говорим о разнообразнейшей тематике. Поэтому у нас 50 человек. Кто-то филолог, кто-то физик, кто-то биолог. И каждый лучший в своей отрасли. А как проходил конкурс? Этапы, подготовка к нему? Этапы были разные. Первый момент – это видеовизитка. Это вроде бы минутное видео, где ты рассказываешь о себе. Далее была такая заочная, что ли, заочный отбор, когда мы записывали 40-минутную лекцию дома. Потом был отбор в прямом эфире. Это был этап, когда мы по 15 минут выступали в прямой трансляции ВКонтакте. Соответственно, в полуфинале я уже выступала в Униксе с своей лекцией 20-минутной. Ну и финал был в Москве. А вот когда вы дома лекцию записывали, у вас были какие-то слушатели или нет? Или вы сели перед ноутбуком, компьютером и просто говорили в экран? Мои самые преданные слушатели – это мои муж и дети. Да, я репетировала, они смотрели, оценивали, болели. И потом уже была запись непосредственно. А какую тему для выступлений выбрали вы? Она повторялась на всех этапах или конкурсанты должны были каждый раз выбирать новую тему? Конкретно тематика каждого выступления, она, конечно, была разная. Но все это было в одном направлении. То есть я выбрала тему «Современный русский язык». И все мои выступления так или иначе касались определенных явлений в современном русском языке. Вы представляли лекции на лингвистические темы. Как вы думаете, почему это интересно слушателям? Ведь бывает, что на самом-то деле в аудитории тоже там некоторые засыпают или еще что-то подобное. Я считаю, что любой предмет можно преподавать интересно. И лингвистика – это тоже интереснейший предмет. И я радуюсь за распространение грамотности. И вот мои темы, как мне кажется, были очень актуальны. Поэтому, наверное, я и стала победителем. Немного отойдем от темы конкурса и поговорим по одной из ваших тем на лиге. Это заимствование. Одни филологи говорят, что это плохо для русского языка. Другие наоборот, что заимствование язык не обедняют. Ваше мнение как профессионала в этом вопросе? Как профессионал, я считаю, что язык – система умная и самоочищающаяся. Те неологизмы, которых очень много в современном русском языке, они либо выживут, либо канут в лету. И для этого нужно 3-5 лет. Если слово остается, значит, оно актуально, значит, оно обозначает какое-то необходимое понятие. И мы его используем. Время диктует новые правила. Поэтому бояться ничего не стоит. Все заимствования, которые остаются в языке, они нужны, необходимы. И их нужно принимать как данность. Кстати, слушателям Лиги лекторов могут задавать вопросы? Идет ли какой-то интерактив, общение по ходу лекции или, может быть, по итогам? Обязательно нужно, потому что оценивает жюри и оценивает непосредственно та аудитория, которая пришла смотреть, очно ли или заочно. Поэтому оставляли отзывы, ставили лайки, писали вопросы и задавали вопросы. И это, на самом деле, очень поддерживает и стимулирует. А как вы думаете, почему в России вдруг начало возрождаться это движение «Работа лекторов»? Насколько вообще, на ваш взгляд, опять же, важен диалог глаза в глаза? Ведь сейчас огромное количество технологий, чтобы получать знания. Особенно они получили распространение во время пандемии. Да, я считаю, что работа лекторов, она очень важна, потому что просветительская деятельность необходима для развития нашего молодого поколения. И очное общение в аудитории, как вы сказали, глаза в глаза, конечно же, очень актуально. Пандемия диктует свои правила. Но когда мы выходим из пандемии, то возвращаемся к общению живому, которое, наверное, является самым эффективным в плане обучения. А какую дисциплину вы преподаете в Институте филологии и сколько лет уже у вас стаж, работая преподавателем? Я работаю 15 лет, мой научно-педагогический стаж. Веду различные дисциплины. Это актуальные проблемы современного словообразования и подготовка к ЕГЭ, к Олимпиадам по русскому языку. Нагрузка разнообразная. И ты всегда в тонусе, ты всегда готовишься и думаешь, что я расскажу завтра. Все мы знаем, что быть хорошим ученым, преподавателем и одновременно прекрасным лектором удается не всем. В чем секрет оратора, чтобы тебя слушали и студенты, и зрители? Вы знаете, у нас был один день учебы в Москве, когда мы выступали в финале. И Нина Зверева, это человек, который имеет две ТЭФИ и имеет имя, так скажем, в телевизионном мире, и она говорила, что самое важное условие успешного выступления – это кратко, весело и доходчиво доступно. Поэтому я считаю, что любое выступление с юмором, любое выступление нерастянутое, и любое выступление, которое доступно в плане лексики для слушателя, оно обречено на успех, я думаю, и так. А какую награду вы получили и на что ее используете в дальнейшем? Непосредственно при награждении мы получили шунгитовый куб весом 2,5 килограмма, а потом мы получили, получаем сейчас в процессе, это 500 тысяч рублей на продвижение просветительского контента. Скорее всего, это будет площадка знаний в Казани, где я смогу записать свои видео, и это путешествие по России. И куда поедете, если не секрет? Я хочу поехать на Камчатку, это моя мечта. И когда это может уже осуществиться, и вообще в дальнейшем, какие ваши планы в плане карьеры, может быть, или научной работы? Дальнейшие планы у меня таковы. Я договариваюсь сейчас о постоянном взаимодействии с обществом знания, и я думаю, что это будет программа по языку, мы придумаем название, и мы придумаем контент. Это будет долгоиграющий проект, где мы будем рассматривать русский язык с разных сторон. Я думаю, это будет такая просветительская программа, я надеюсь, что у меня все получится. А потом еще можно поехать на Дальний Восток и там уже рассказать и поделиться своим опытом. Да, у них тоже есть площадка во Владивостоке. В Сочи открывается площадка на Мушуке, поэтому география нашей страны разнообразна, и очень приятно, что можно и отдыхать, и путешествовать, посмотреть страну, и при этом быть полезной. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Заговорили мы об этом не зря. 6 июня в России отметили День русского языка. Он празднуется в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Пушкина. Он сделал легким и изящным русский язык, введя новые слова и сюжеты в литературу своего поколения. Той, что дошла до нас и, понятно, даже детям. А для Казани Александр Сергеевич имеет особую честь. Его приезд, исторические изыскания сделали наш город особенным на карте любого путешественника и исследователя. Память о Пушкине сохранена и материально в виде уникальных экспонатов в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Казанского университета. Амир Ахтямов ознакомился с ними. 6 июня отмечается день рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Он отмечается во всех странах мира, где есть русскоязычное население. Знаменитое определение «Пушкин – наше все» принадлежит Аполлону Григорьеву. Он написал это в 1859 году в первой статье из цикла «Взгляд на русскую литературу» со смерти Пушкина. С момента появления этой статьи прошло уже более 170 лет. Однако все высказанное в ней до сих пор актуально. И самое главное – Пушкин по-прежнему присутствует в нашей детской литературе, занимая в ней огромное место. Это не только его сказки и поэмы, которые постоянно переиздаются, но и постоянно обновляющиеся иллюстрации, которыми уже можно заполнить не одну художественную галерею. Каждая эпоха по-своему видит героев Пушкина и переосмысляет его творчество. В отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Казанского университета хранится альманах, который называется «Северные цветы». Конкретно этот альманах был выпущен в 1830 году в Санкт-Петербурге. Интересным фактом является то, что «Северные цветы» – один из лучших русских альманахов, объединивших литераторов Пушкинского круга, издававшийся с 1825 по 1831 год. Одним из ближайших друзей Пушкина, бароном Дельвигом, было издано семь миниатюрных книжек в восьмую долю листа с гравированными картинками и биньетками, ценою 10 рублей каждая. Помимо «Северных цветов» в отделе хранится и вестник Европы, издаваемый Владимиром Измайловым. Конкретно этот вестник был выпущен в Москве в университетской типографии в 1814 году. История литературных отношений Пушкина с вестником Европы начинается в лицейские годы. Именно в этом журнале в период редакторства Измайлова он дебютирует в 1814 году вместе с другими лицеистами, в том числе и Дельвигом, напечатав здесь пять стихотворений, к другу стихотворцу «Кельна», «Опытность и блаженство». После ухода Измайлова из вестника лицеисты начинают печататься в его журнале «Российский музеум». С Коченовским же у Пушкина вскоре произошел конфликт. Весной 1816 года Пушкин послал в вестник Европы три стихотворения, которые не появились в печати и, по-видимому, были отвергнуты редактором. Намек на это усматривается обычно в пушкинском послании к Дельвигу «Блажен, кто с юных лет увидел пред собою». По окончании лицея Пушкин становится участником полемики с вестником Европы. И с 1818 по 1829 год он пишет несколько эпиграмм на Коченевского, высмеивая его нападки на Карамзина, архаичность его критических суждений и журнальную политику. С 2011 года, 6 июня, то есть в день рождения Пушкина, в России отмечается День русского языка, установленный указом президента Российской Федерации. В документе говорится, что эта памятная дата установлена в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, КФУ. Итоги недели. Дивишься драгоценности нашего языка. Что ни звук, то и подарок. Все зернисто, крупно, как сам жемчуг. И право, иное название, еще драгоценней самой вещи. Утверждал еще один квасик русской литературы Николай Гоголь. С Днем России! В стране, объединяющей многие народы, процветание. Всем нам мира, добра и больших достижений в области науки и культуры. Встретимся через неделю. Встретимся через неделю.